Сейчас мы соберем самодельный воздушный шар из пленки и скотча, который должен не только взлететь в небо, но и поднять нашего каскадера. Для этого я купил два отрезка пленки разных цветов. Я хотел воспользоваться формулами, чтобы рассчитать идеальную форму шара, но они оказались слишком сложными. Поэтому я не стал терять время, плюнул на формулы и на глаз вырезал полоски листовидной формы. У меня получилось три розовых и три черных полоски. Теперь осталось их плотно склеить скотчем и оболочка нашего шара готова. Кисюнька одобряет это. Чтобы наполнить шар горячим воздухом, решено было использовать газовую горелку. Но перед этим я и решил ее модернизировать, чтобы повысить мощность. Первое, что мне пришло в голову, это рассверлить жиклер, который ограничивает поток газа. Но как показала практика, сколько его не рассверливая, сила пламени сильно не увеличится. Мало того, оно еще начинает затухать, его как бы задувает за счет сильного напора. Как бы мощно оно не пыхтело, все равно такого пламени, я думаю, будет недостаточно. Шар-то у нас будет очень большой. Пламя надо ну хотя бы такое, наверное, с полметра длиной. Потом мы обнаружили один интересный эффект. Если взять такую обычную, стандартную горелку, поджечь и перевернуть. О! Горит она просто к ядерам. И поэтому мы согнули трубку таким вот образом, чтобы у нас была вот такая горелка. Сейчас я вам продемонстрирую, как она работает. Вау! Вот это горелка! Следующим стоит вопрос, как закрепить этот баллон на этом огромном шару. И тут мне пришла идея со старого саршера. Присмотрели вот такую вот штукенцию интересную. Ядерная конструкция вышла. Итого горелка с держателем у нас весит 605 грамм. Очень неплохой результат. Сейчас посмотрю, как она полетит. Тщательно все взвесив, мы отправились тестировать этот шар. На что же он способен? Проверим тягу, проверим горелку. И с помощью весов замерим, какой максимальный вес она может поднять. Вначале мы решили, пробежавшись, наполнить шар воздухом. Так, подвихаем. В надежде, что он дальше будет надуваться от горячего пламени. О, отлично. Раздувает? Нет. Но сколько мы не пытались, шар у нас мало того, что не надувался. А даже сдувался под собственным весом. Ладно, я прикрутил, а то мне кажется плавится. Он выдувал пламя, а из-за этого даже немного поплавился. Что сейчас плавилось, это небольшие потери, а вот дырки недопустимо. Может, залатаем скотчем, продолжим? Давай. Потом мы решили применить совет одного нашего зрителя, который написал, что он запускал большой шар с помощью трех удочек. Столько удочек у меня не было, поэтому мы решили просто перекинуть леску через высокую ветку. О, неплохо. Что, подтянуть? К леске мы привязали шар и затянули его на ветку. И, о чудо, наш шар стал раздуваться. Очень сильно тянет, еле удерживает. Давай весы, смотри на показания. Три. Это он дырявый. Ты видел там дырка какая? Нет. Смотри, увеличивается тяга. Держи хорошо. Он прожигает. Пламя упал. Да там дыр миллион. Деревяшка порвала. Смотри, какая тяга сейчас. Ничего себе. Пламя, видимо, вполне достаточно, даже больше нормы. Смотри, как тут прожигает. Потому что криво горелка стоит, мне кажется. Но внизу дырка не страшна. Наконец-то нам это удалось. Шарик запустить. Смотрите, как оно там внутри все выскочит. Что там творится? Тяга, конечно, намного мощнее, даже чем я думал. Уже начинало темнеть. Посадка, посадка, посадка. В следующий день мы заклеим дырки на шаре скотчем. И запустим на нем нашего каскадера. Как ты думаешь, кто же станет нашим каскадером и полетит на этом шаре в тропосферу? Пиши в комментах. Не забудь подписаться. А если ты уже подписан, то кликнуть на колокольчик, чтобы увидеть этот безумный полет первым. Я для вас собрал жизни. Та-ти-тари-тата-тай! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok